Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Два месяца назад мы приготовили два голландских сыра. Если вы не видели это видео, оно было посвящено новому очень интересному покрытию, покрытие для сыров паракот на водно-дисперсионной основе. Суть нашего эксперимента была такова, что мы приготовили два совершенно одинаковых голландских сыра, покрыли один покрытием паракот, а второй покрыли антимикробным латексом. Ну покрытие паракот, оно тоже антимикробное. Два сыра вызревали два месяца в одном контейнере, без всяких посторонних, то есть ни с чем не соприкасались и совершенно одинаковые у них условия были. Что мы получили? Вот этот вот сыр, сейчас я покажу крупным планом, вот этот вот сыр в покрытии паракот, вот этот вот сыр в антимикробном латексе. Покрывали мы их одним слоем специально, чтобы увидеть степень высыхания, потому что, насколько я знаю, насколько я читал, но вообще латекс меня не устраивает в последнее время тем, что сыры очень быстро высыхают. Он очень сильно пропускает воздух и сыры стремительно теряют влагу. Сыр не успевает созревать, он быстрее высыхает, чем созревает. Конечно, как бы идеально использовать, вообще идеально использовать для сыров воск, так как это делалось, скажем так, 50-60-100 лет назад. Но воск это достаточно дорого, поэтому мы все-таки смотрим в сторону всяких искусственных покрытий. Так вот, как бы, давайте, не буду голословным, сейчас крупный план и покажу разницу. Вот, пожалуйста, посмотрите на результат. Два совершенно одинаковых сыра, покрытых в один день. Этот покрыт водным покрытием, водно-дисперционным покрытием паракот, а этот покрыт латексом. Помимо, как бы, тех негативных свойств латекса, которые я уже упоминал, еще одно негативное его свойство – это очень резкий запах. Ну, все это я рассказывал в первом видео, ссылку я оставлю в описании. Если есть желание, можете посмотреть. То есть, я экспериментирую, я хочу посмотреть, какие результаты мы получаем, какое покрытие все-таки идеально использовать в крафтовом домашнем сыроварении. Ну, и вот поэтому такая у нас битва покрытий. Первое, что мы видим – обычный латекс, хотя он заявлен был продавцом как антимикробный, совершенно оказался не антимикробный. Покрытие паракот оказалось немножко антимикробным, то есть, плесени на нем никакой нет. Теперь я хочу их разрезать и посмотреть, и показать вам качество вызревания, в зависимости от покрытия. Так, голландский сырок. Ух ты! Он даже со слезками. Вот это класс! И, сейчас я протру нож. Обычно плачут такие сыры, как и Менталь, как Маздам, Радомьер с большими глазками. А тут у нас голландец получился со слезками. И покрытый латексом. Сейчас я хочу показать, насколько лучше воднополимерное покрытие сохраняет влагу, чем вот это воднополимерное, вот это латексное. Посмотрите по краю сыра. Здесь уже присутствует такая достаточно заметная корочка. Я вот не хотел давать ему долго созревать. Надо было его подержать еще месяц. Я подозреваю, что в латексе он бы вообще засох. Он бы уже получился практически как терочный. Этот сыр, настолько хорошо здесь сохранялась влага внутри сыра, что вот он, видите, он даже со слезками. Ну, то, что называется по-настоящему слезы сыра. То есть, созревание в паракоте, ну, на мой взгляд, значительно лучше. Давайте сейчас попробуем еще определить. Ну, вот хорошо еще, тут видно хорошо тоже, что корочка засохла. Хорошо еще, что нигде плесень не пробралась в латекс, потому что такое тоже случается. Сделаем нарезочку. Отличная консистенция для ломтевого сыра. Это так потяжелее режется. А вот и плесень к нам забралась. Вот к нам и забралась плесень под латекс. Ну, вот такие нюансы, которые случаются с латексом, из-за которых он мне так не очень нравится. Вот к нам и пробралась плесень. Ну что, давайте попробуем. Я всегда очень много, ну, очень много внимания уделяю именно покрытиям сыра. Потому что от условий созревания сыра в большей степени даже зависят его вкусовые качества, чем от рецепта приготовления. На самом деле, ну, как вы знаете, все сыры готовятся там плюс-минус, процедура одинаковая. Мы используем разные ингредиенты, которые дают разные вкусовые, так сказать, разные вкусовые эффекты. Разные привкусы, разные ароматы сыра. Меняем это за счет заквасок, за счет температурных пауз. Но самая главная фаза – это все-таки вызревание. Так вот, хочу попробовать, отличается ли вкус. А, кстати, по запаху. Ну, в данном случае совершенно, совершенно легкий запах латекса. То есть, ну, за счет того, что мы покрывали сыры в один слой, все-таки он угадывается. Так как вот это покрытие Парако, оно само по себе практически без запаха, то, естественно, здесь четко запах сыра. Четко запах сыра. Ну, и по вкусу. Первую пробую покрытый латексом. По аромату все в порядке, вот за исключением того, что где-то на заднем плане все-таки запах латекса присутствует. И в послевкусии все-таки запах латекса отдаёт. Мы уже сталкивались с этим неоднократно. Так, и сырок. Сырок, покрытый Парако. Очень большая разница во вкусе. Реально очень большая. Сыр покрытый латексом, но вот он какой-то слабовкусный. То есть он не имеет... Все-таки вызревание – это наше все. Дорогие друзья сыровары, вызревание – это наше все. Сыр, покрытый Парако, там значительно вкуснее. Даже не могу... Ну, реально значительно. Разница очень существенная. Ну и, собственно говоря, мораль сей басни такова. Антимикробный латекс выглядит вот так вот. Увы. Также латекс имеет достаточно неприятный запах. Следующее не очень хорошее свойство латекса – то, что он очень сильно выпускает из сыра воздух. И сыр высыхает. Ну вот буквально за три месяца сыр высыхает очень сильно. Он не успевает созревать, а он быстрее высыхает, чем созревает. Поэтому, если у вас нет возможности... Ну, воск – это определенные нюансы. Во-первых, воск достаточно... Покупать воск для сыра достаточно дорого. Во-вторых, покрытие... Ну, достаточно его надо растапливать, надо возиться с горячей этой водяной баней. Ну, как бы латексом... Ну, покрытием, которое наносится кисточкой, скажем так, им проще покрывать. Покрыл себе кисточкой и забыл. В общем, если вы склоняетесь к тому, что с воском вы возиться не хотите, я бы вам все-таки рекомендовал бы использовать именно покрытие паракол. Вот. Мы его с Ларисой, ну, последние месяца-три хорошенько обкатали и спробовали на нескольких сырах. Кстати, где-то только что дегустировали. Можешь мне подать? Была отдельная дегустация. Сыр Пиора. Тоже покрытый покрытием паракол. Вызревал три месяца. Вызревал просто идеально. Ни единого, ну, вообще ни единого пятнышка здесь, ни плесени нету, но он тремя слоями покрыт. Поэтому отличается по виду. Видите, этот глянцевый. Вызревал очень хорошо. За три месяца вообще даже намека на подсыхание корочки нету. Поэтому, друзья, в общем и целом, если склоняетесь к покрытию кисточкой, то используйте вот именно покрытие паракот. Классное покрытие на водно-дисперсионной основе, без резкого запаха, который может передаваться сыру. При этом нормально гидроскопично. То есть не выпускает всю влагу, не дает сыру засыхать. И при этом реально антимикробное. То есть на сыре не растет плесень, как вы увидели. Ссылку на то, как мы готовили эти голландские сыры, вы найдете в описании этого видео. То есть как мы их готовили. Ну, собственно говоря, там не в приготовлении дело, а было именно в покрытии. То есть речь шла о покрытии. Также в описании видео найдете ссылку на покупку покрытия паракот в Украине. Также его можно заказать и в Россию, и в другие страны СНГ. Но так как дорогая пересылка, я точно знаю, что мои подписчики уже в России тоже находили это покрытие паракот. Я даже попросил, чтобы мне сбросили ссылку, чтобы я ее мог размещать в описании видео, когда мы снимаем видео на эту тему. Ну вот, собственно говоря, наверное, все. Спасибо за внимание. Как говорят, покупайте паракот, покупайте пармалат или что-то там еще. На самом деле, действительно, покрытие классное. Стоит того. Оно немножко дороже латекса, но несущественно дороже. То есть его не сравнить по цене, допустим, с воском. И в то же время легко покрывается кисточкой. Ну, оптимально, если вы не хотите сильно заморачиваться. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Традиционно мы с Ларисой снимаем для вас новые интересные рецепты сыров, колбас. Ну и также изучаем всякие вопросы по поводу покрытия, по поводу вызревания и делимся с вами этим. Если у вас есть, в свою очередь, какие-то вопросы к нам, задавайте их в комментариях. Мы на все вопросы с удовольствием ответим. Всего доброго. Пока.